Зимашка Новогодняя сказка раньше других пришла к детворе Центрального района Воронежа. Уже по доброй традиции, в преддверии всеми любимого праздника, в здании управы собирают малышей и взрослых на концерт лучших творческих коллективов района. Ведущей была, конечно же, красавица Снегурочка, а вот украшения для символа Нового года ребята сделали своими руками. На районный этап конкурсов «Зимний букет-2014» и «Лучшая новогодняя елочная игрушка» были представлены десятки удивительных работ, как индивидуальных, так и коллективных. Как вы видите, здесь очень много работ представлены, номинации там «Панно», «Открытка», «Зимний букет». И, конечно, самое интересное, что проходит эта новая номинация, которая проходит только в рамках районного конкурса, это игрушка, новогодняя игрушка. Лучшими игрушками будет украшена елка Центрального района. То есть вот те работы, которые выделены в эту номинацию, это, скажем так, новинка сегодняшнего конкурса. Мы надеемся, что такая номинация будет видна в последующем и в городской конкурс «Зимний букет», потому что это очень интересно, потому что он подразумевает совместное творчество детей и родителей, что это не только украшение елки, управа, но это таким же образом может быть уклашена елка в нашем доме. Это совместное творчество детей и родителей, что, к сожалению, в современном мире отсутствует. Нам не хватает, то есть дети бегут по занятиям, родители бегут по работам, и их общение порой сводится к нулю. И именно украшение своей собственной домашней елки, не китайским шурпотребом, не игрушками, которые сделаны где-то, игрушками своими руками, в общем-то, в дом вносит особую теплоту, особую атмосферу, ожидание праздника – это тоже праздник, порой это даже больше, чем праздник. И, в общем-то, мы считаем, что этот конкурс надо проводить и продолжать дальше и дальше.